МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Городская среда». Каждый год в мае, в третье воскресенье, в мае, отмечается День памяти умерших от СПИДа. Есть такая дата в календаре. И я представлю вам сегодняшнюю гостью у нас в студии заведующая отделом профилактики Альмитинского СПИД-центра Алсу Арифнаровна Газымова. Здравствуйте, Алсульс. Добрый день! Тема важная, действительно значимая. И спасибо, что пришли. Наверное, вопросы, которые обсуждаются каждый год, и что-то новое. Будет очень к месту, именно к майской дате привязано. Ну, если начинать, кто и как заражается ВИЧ? Ну, хочу сказать вообще по эпидситуации в нашем районе. На сегодняшний день, с момента начала эпидемии, это с 2000 года, выявлено 2548 человек. И в связи с тем, что они уезжают, кто-то умирает, кто-то рождается, миграция. На учете у нас в нашем СПИД-центре состоят 1244 человека. И вот судя по тому, какая ситуация на сегодня вообще, ВИЧ-инфекция может заболеть любой человек. Заражение, конечно, чаще происходит на сегодняшний день половым путем. Это примерно 65-75% всех новых случаев на сегодняшний день, половой путь передачи. Но внутривенный путь передачи, он остается таким же активным. По возрастной категории на сегодняшний день чаще болеют лица среднего возраста. То есть вот в последние несколько лет примерно 75% всех новых случаев – это лица от 30 до 49 лет. Такое наиболее активное, трудоспособное как раз-таки взрослое население. И, конечно, мужчины чуть чаще заражаются, чем женщины. Поэтому вот можно сказать вот так вот, что болеют мужчины и женщины тоже. Но вот мужчины чуть чаще, примерно 65%. А по возрасту это взрослое население. Группы риска из года в год как-то они меняются? Меняются или остаются по одними теме? Группы риска по ВИЧ-инфекции, они остаются теми же. Это лица, употребляющие внутривенные наркотики. Это лица, которые ведут беспорядочную половую жизнь без средств контрацепции. В основном вот эти две группы такие риска. Но нужно помнить о том все-таки, что вот учитывая ту ситуацию, которая у нас есть, что от ВИЧ-инфекции абсолютно никто не застрахован на сегодняшний день. Заразиться может каждый. То есть обследоваться вы рекомендуете? Вот как, не знаю, сделать это правилами для себя, может быть, в жизни? Обследоваться, обследовать за себя на ВИЧ-инфекцию? Или все-таки это нужно делать регулярно только тем, кто к группе риска относится? Всем людям, кто старше 18 лет, мы рекомендуем сдавать тест на ВИЧ хотя бы раз в год. Это должно быть как правило. Потому что абсолютно никто не застрахован. И основная группа людей у нас выявляется при обращении за медицинской помощью в связи с каким-то другим заболеванием. То есть у них там какое-то другое заболевание, они обратились в больницу, и по нормативным документам их должны обследовать на ВИЧ. И, соответственно, они там выявляются. Но не все ведь у нас жители ходят, посещают больницы каждый год, там кто-то несколько, 5-6 лет не ходит. Поэтому для себя, как правило, каждый человек должен взять и просто сдавать этот тест один раз в год. Это сейчас достаточно доступно. И при этом жить дальше и быть уверенным, что у него все хорошо. Как тест можно сдать? Приехать в спеццентр или есть какие-то еще? Вообще сейчас очень широко практикуется анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Сам тест на ВИЧ, он представляет собой, кровь берут из вены, и в течение нескольких дней этот результат готовится. Но сейчас для того, чтобы люди как раз-таки знали о своем статусе и были уверены, есть такие методы экспресс-диагностики. Есть тесты по крови, есть тесты по слюне. Это буквально 10-15 минут, и человек уже знает, какой у него результат этого анализа. Сделать это можно в любой будний день в нашем Альметьевском центре СПИД. Мы находимся в Нижнем Эктоме. И также достаточно много сейчас проводятся профилактические акции по городу на разных территориях, на разных, скажем так, участках. Размещаются тест-мобили, медработники тестируют. Поэтому если проходит, кто-то видит такую информацию, то можно просто прийти, никаких документов для этого не требуется, и пройти такой тест. Это очень доступно сейчас. А что это за экспресс-тесты? В аптеке, к примеру, можно их купить? Ну, они бывают в продаже в аптеке. И самый доступный из них, конечно, это экспресс-тест по слюне. Он представляет собой буквально такой набор, как ватная палочка специальная, проводится этой палочкой по преддверию полости рта, и затем опускается в буферный раствор, который есть в этом же наборе. И он срабатывает как тест на беременность. То есть там выходит либо одна палочка, либо две палочки. Если одна палочка, то это тест отрицательный, если две палочки, то это тест положительный. Нужно просто выждать небольшое количество времени, там 15-20 минут для теста по слюне. Тест по крови, они в аптеках продаются реже, но это тоже так же, потому что там нужно произвести забор крови с пальца и нанести эту капельку крови на тест-систему. Тоже так же подождать. Поэтому, в принципе, это доступно. И если, конечно, кто-то решит сделать такой тест, купить тест в аптеке и сделать самому себе, и выйдет положительный результат, нужно сразу сказать о том, что по такому тесту однозначно диагноз ВИЧ не ставится. То есть бывают ложноположительные результаты, ввиду каких-то причин. Поэтому обязательно, если вышел положительный результат, нужно дообследоваться, нужно прийти в специализированное учреждение, сдать кровь и потом уже решать вопрос о том, на самом деле это и есть такое заболевание, или это что-то другое в данном моменте, ну как бы сыграло такую роль. Были такие случаи у вас, что приходили с положительным тестом? Вот такого, чтобы человек сам купил тест и прошел, и потом к нам пришел, такого не было. А на профилактических мероприятиях у нас бывает такое, что выявляется положительный результат. Мы приглашаем этих людей к себе на дообследование. Чаще, конечно, подтверждается, но редко бывают такие случаи, что это ложноположительный был результат. Такое бывает при различных заболеваниях каких-то, у беременных иногда такое бывает. Поэтому тут уже надо смотреть по ситуации конкретно в каждом случае. Что человек, как человек реагирует, когда слышит о том, что вот пока вот на данный момент положительный у него результат теста? Все, конечно, по-разному. Это тоже есть люди, которые на самом деле знают, что они ведут такой образ жизни, что у них были риски для заражения. И в таком случае, конечно, кто-то готов к этому. Но большинство людей, они боятся, у них возникает страх. И тут, конечно, у нас есть специалисты, у нас есть медицинские психологи, которых мы берем и на профилактические акции, и они консультируют пациентов у нас в нашем учреждении. Там уже мы комиссионно в комплексе прорабатываем с этими людьми. То есть объясняем, что один анализ, это не говорит о том, что есть болезнь. А если человек встает к нам на учет, конечно, мы обучаем, скажем так, как жить с этой болезнью. То есть на сегодняшний день ВИЧ-инфекция рассматривается как хроническое заболевание, с которым можно жить. И все зависит от самого пациента. Есть специальное лечение. Поэтому просто нужно время этому человеку, для того, чтобы просто привыкнуть к тому, что у него есть такое заболевание. Научиться с ним жить. А бывает ли такое, что человек ведет здоровый образ жизни, к примеру, спортом занимается, и тут узнает, что у него ВИЧ-положительный статус? Ну, бывает такое, да, бывает. То есть наши пациенты, большинство из них, скажем так, они не ведут асоциальный образ жизни, они достаточно благополучные, многие из них, большинство работают, то есть ведут здоровый образ жизни, но вот так случается, что у них выявляется это заболевание. А случалось ли такое, что при этом не идет лечиться человек, не встает на учет, и, ну, не знаю, какой-то блок происходит? Есть такое, да, они очень, есть люди, которые очень боятся огласки и вообще принять то, что у него есть такое заболевание, как раз, тем более, если он ведет такой, скажем, здоровый образ жизни, да, понять вообще, как это могло произойти. Но тут уже мы работаем, мы все-таки данного пациента, данного человека, мы не оставляем ни в коем случае одного, несмотря на то, что он отказывается приходить, мы приглашаем его, мы выезжаем, мы можем выехать и к нему тоже побеседовать, да, объяснить. Есть сейчас равные консультанты, то есть ребята, которые сами живут с ВИЧ-инфекцией и могут, то есть, помочь такому же человеку, который попал только в эту беду, да, объяснить, что с этим можно жить, просто важно научиться это сделать. И обычно, обычно это все срабатывает. То есть у нас такая бригада специалистов, такой коллектив, что, ну, пациенты к нам идут, они нам доверяют. Психологам приходится работать. Да, да, работа у психологов, она очень активно идет, и с теми пациентами, которые уже много лет состоят на учете, и особенно, конечно, это с новыми пациентами, с людьми, которые только встали на учет и только узнали о своем диагнозе. Алсу Шнурн, вы говорите, обычно это срабатывает, а если необычно, вот не сработало, есть какой-то тяжелый случай, человек не признает, и все. Такое было в вашей практике? Да, есть вообще такая категория пациентов, которые отрицают наличие вируса. Я знаю, Да, что у меня ничего нет, да, что есть такие пациенты, которые прям категорически говорят, что не может быть такого, и вообще такой болезни нет, и вообще у меня точно нету, ваши анализы ошибочные. Но, в любом случае, мы можем дать какое-то короткое время, ну, чтобы побыть человеку, да, но, там, но это буквально короткое, но в любом случае, мы продолжаем работу с этим пациентом. Он не останется один. И со временем, есть такие люди, которые, конечно, закрываются, со временем все равно, ведь начинаются проблемы со здоровьем, если не получать лечение, и поэтому они иногда сами обращаются с вопросами, потому что все-таки у нас это более достоверная, скажем так, информация более обширная, они могут получить ответы на все свои вопросы, получить какое-то содействие и помощь. Почему так происходит? Вот это явление, которое мы сказали, вот ВИЧ-диссиденты своего рода. Откуда взялось это явление, как вы считаете, по вашему мнению, и чем может, в чем опасность, собственно? Да, есть такое прям вот направление ВИЧ-диссидентства, и оно началось прям с того момента, буквально, когда выявили сам вирус, то есть это категория людей, которые отрицают наличие вируса вообще, они говорят о том, что это придумано, что этой болезни нету. У каждого человека, кто является ВИЧ-диссидентом, на это свои причины. У нас есть такие пациенты, и в Альметьевске, я сама вот активно работала с женщиной, у которой муж инфицирован был, и сама она инфицировалась, и вот она прям отрицала, не хотела признавать, но тут, наверное, идет больше, знаете, срабатывает такой момент, что они боятся это признавать просто. То есть им страшно, когда это особенно в данном случае, там муж заразился, жену заразил, во-первых, это надо признать то, что в семье была измена, что раз есть такое заболевание, откуда-то ведь это заболевание пришло. Многие, они боятся того, что вот они этим аргументируют, говорят, что нет у меня ВИЧ-инфекции, вообще нет этой болезни, они доказывают тем, что опять же, что он не вел какой-то там беспорядочный образ жизни, что он не мог заразиться, что он хороший, что он правильный. Опасность этого направления в том, что те люди, которые являются ВИЧ-диссидентами, они в это активно вовлекают других людей. Особенно вот как раз таки, когда вот новые случаи заражения, новые пациенты, и если на встрече, вот на пути у этого человека попадется ВИЧ-диссидент, конечно, будет ему легче для себя поверить в то, что нет этой болезни, и что ему что-то навязывают. А результатом, конечно, может быть тут и летальный исход, потому что важно получать лечение. Лечение очень эффективно. И если человек не лечится, со временем иммунитет, ему на систему падает, и ведь люди умирают, ВИЧ-инфицированные, наши пациенты, ВИЧ-положительные, они умирают. Если у ВИЧ-диссидента есть дети, такие случаи у нас тоже есть. Они еще, особенно если этот ребенок, у нас все-таки есть дети, которые у нас стоят на учете с диагнозом ВИЧ-инфекции. И если родитель этого ребенка является ВИЧ-диссидентом, он, соответственно, сам не лечится, не дает эти препараты ребенку. А для детей это особенно важно лечиться. Поэтому в таких случаях, когда особенно вопрос касается детей, здесь уже мы прям активно работаем, мы привлекаем другие службы города и района, которые, потому что они, получается, несут угрозу своим детям, угрозу здоровья. Спасибо большое. Реклама у нас короткая, и через несколько минут встретимся в студии. Это городская среда, и мы продолжаем. Алсурия Федоровна, скажите, вот человек узнал, что у него ВИЧ-положительный статус. Куда ему бежать? Что делать? Конечно, обязательно обратиться за медицинской помощью. Желательно это сделать к врачу-инфекционисту. В нашем районе есть спеццентр, и это достаточно доступно. Мы находимся в нижнем эктоме. В любое время он приходит. Если, например, у него где-то выявился положительный результат, и дальше мы уже его обследуем. Если есть необходимость, если на самом деле у него есть заболевание ВИЧ-инфекцией, то мы ставим на учет, и он находится под медицинским наблюдением. Что с лечением? Можно ли получать все лечение бесплатно? Или как происходит это? На сегодняшний день ВИЧ-инфекции лечатся. Лечатся очень хорошо. Есть специальные препараты, они называются антиретровирусными, которые воздействуют на этот вирус. То есть в организме таких пациентов, людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, вирус находится, но он в каком-то минимальном количестве. И если он получает эту терапию, то эти препараты блокируют вирус. Они не дают ему дальше развиваться, и человек просто живет обычной жизнью и периодически, скажем так, сдает анализы, но терапию важно получать каждый день. То есть терапия пожизненная. Она доступна. Лекарства на сегодняшний день есть в достаточном количестве. Все, кому показано это лечение, они все получают эту терапию. Главное, чтобы сам пациент этого хотел. Препараты достаточно дорогие тоже, но для наших пациентов по федеральной программе они выделяются бесплатно. То есть просто человек должен ходить, получать эти лекарства, пить эти лекарства и сдавать анализы, проверять, насколько это лекарство помогает ему эффективно. Поэтому большинство наших пациентов на сегодняшний день они получают терапию. На фоне лечения люди могут жить достаточно долго. То есть, если по нашему Альметьевскому спеццентру мы видим, что на фоне терапии наши пациенты уже живут более 20 лет, то по данным Москвы и Российской Федерации они могут жить и 30 лет, и 40 лет. Главное, получать это лечение. Это действительно обычная жизнь. То есть человек может заниматься спортом, нет какой-то повышенной утомляемости. Может есть все что угодно, и в чем-то не отказывается. Да, конечно. Это обычная жизнь. Единственное, что достаточно сложно все-таки каждый день пить эти лекарства. Этот термин мы называем приверженностью пациентов к терапии. Потому что я всегда даже говорю о том, что когда мы заболеваем чем-то, мы попьем эти лекарства неделю, 10 дней, и все, мы устаем от этого, потому что нам стало легче. Нам кажется, что мы выздоровели. А на фоне ВИЧ-инфекции, ведь если человек получает терапию, его особо ничего не беспокоит. То есть таких прям симптомов болезней нету. И им вот просто как выработать привычку каждый день в одно и то же время пить эти лекарства. Вот этот момент только срабатывает, чтобы не забывать этого делать. А так лечение эффективное, люди живут обычно жизнью, рожают детей здоровых, работают, все хорошо. Что касается профилактики, вот основные пути, что важно знать каждому человеку? Учитывая то, что ВИЧ-инфекция передается только тремя путями, это половой, внутривенный, еще может передаваться от матери к ребенку, то, конечно, сразу нужно сказать, что это... Мы всегда называли ВИЧ-инфекцию болезнью поведения, да, и только от человека самого зависит, заразится он или нет. И тут уже профилактика, она в основном, скажем так, зависит от самого, то есть важно не употреблять наркотики, да, важно не вести беспорядочную половую жизнь. И если уж есть какие-то отношения, такие, особенно случайные половые отношения, то тогда обязательно нужно использовать средства защиты, это презерватив единственное, что защищает от ВИЧ-инфекции. Если женщина беременна, обязательно нужно вовремя встать на учет, обследоваться, чтобы также быть уверенным, что нет у тебя заболеваний, нет ВИЧ-инфекции. Поэтому в основном, конечно, здесь настороженность каждого человека, это индивидуально. Вот. Мы работаем в этом направлении, чтобы каждый человек задумался над своим поведением, потому что если ты ведешь здоровый образ жизни, тот же самый, да, если ты уверен в себе и в своем поведении, в том, что ты выбираешь, то риски, они снижаются до минимума. дети, которые стоят на учете, это вот как раз такая ситуация, когда ВИЧ передался от матери к ребенку? Да. Большинство детей, да, практически все вот они, это те случаи, когда женщина, живущая с ВИЧ-инфекцией, родила ребенка, и при этом она не наблюдалась у врача, либо поздно встала на учет, когда был уже достаточно большой срок, потому что если ВИЧ-положительная женщина хочет родить ребенка, вероятность того, что она родит здорового ребенка 98%, просто для этого нужно вовремя обратиться к врачам, вовремя начать получать ту же самую терапию, пить ее правильно, сдавать анализы, и единственное, конечно, что грудное молоко тоже инфицировано, и они не кормят своих детей грудью. Вот. А во всем остальном у нее вероятность родить здорового ребенка очень большая, и те дети, которые у нас состоят на учете, это не все же женщины у нас, скажем так, привержены, не ходят к врачам, не наблюдаются, это вот как раз-таки такие детки, и они, начиная с рождения, если ребенка поставили диагноз ВИЧ, они, начиная с рождения, уже находятся на терапии, это пожизненно. Но они получают терапию, или есть такие семьи, где глухой обороны, вот стеной, нет никакого заболевания, дефицит, обрекают вот на... есть такие мамы, которые изначально ставят в такую позицию, что вот я не буду лечить, не буду давать препараты, но в любом случае... Работа как-то подносит результат. Да, работа проводится, и обязательно нет у нас таких детей, которые не получают терапии, и качество лечения у детей, оно четко отслеживается, потому что это все-таки дети, это самая главная наша ценность, поэтому у детей все хорошо, тех, которые стоят на учете. Алла Сурфиновна, что нужно говорить о ВИЧ, чтобы о проблеме, может быть, заговорили как-то иначе, может, более масштабнее, глобальнее? К примеру, как же мы, журналисты, должны освещать эту тему? Вот знаете, самый главный момент, что у людей пугает даже слово ВИЧ, многих, и тут важно, наверное, убрать вот эту стигму о том, что и прям не бояться этого, то, что человек ВИЧ-инфицированный, и когда мы сами, каждый из нас перестанет этого бояться, наверное, и наши жители, наши люди, они начнут к этому по-другому относиться, потому что вот как бы там мы не хотели поменять на данный момент многое, все равно, если человек инфицируется, они прям очень сильно боятся огласки, потому что боятся мнения и осуждения окружающих людей, а ведь многие на сегодняшний день пациенты наши, они, скажем так, не ведут асоциальный образ жизни, у них нету там много половых партнеров, они никогда не употребляли наркотики, но так вот по жизни случилось, что на пути у них попался вот ВИЧ-положительный человек, который их тоже заразил, и они еще больше боятся вот этой огласки и осуждения, и поэтому, конечно, тут каждому важно начинать с себя, к тому, как мы относимся к этой проблеме, и говорить об этом открыто, без страхов, без осуждения вообще, и, конечно, как примером, себе, своим детям, своим близким показывать тот же самый момент, что я каждый год обследуюсь на ВИЧ-инфекцию, что это доступно, это правильно, и это для меня, это для меня. А вот как по вашей оценке, с информированием дела, как обстоят в Альметьевске, районе, на Юго-Востоке, вы же города Юго-Востока тоже курируете? Да, мы курируем, в республике всего лишь три спидцентра, поэтому территория республики разделена вот на три зоны, мы курируем всю юго-восточную территорию, это 10 районов, и с информированностью, вот в Альметьевске, в принципе, население информировано о ВИЧ, потому что и много мероприятий проводится, и по предприятиям мы выезжаем. Могу сказать, что вот школьники, студенты достаточно прям очень хорошо владеют этой информацией, и с ними очень интересно беседовать, то есть мы ежегодно выходим с профилактическими мероприятиями во все школы города для старшеклассников, и когда это из года в год обсуждается эта тема, они к этому очень открыты, они об этом разговаривают, они эту информацию знают. Конечно, хотелось бы, чтобы взрослое население у нас тоже было более информировано, многие сейчас уже владеют информацией, многие постоянно и к нам приходят, и звонят, и задают какие-то вопросы, но все-таки вот есть у нас часть такая категория населения, которая считает, что, например, в 40-50 лет, когда там у меня уже все спокойно, и все хорошо, ВИЧ в моем возрасте невозможно. Они ошибаются в этом, поэтому каждому человеку важно владеть этой информацией, важно и владеть достоверной информацией, потому что даже сейчас же многие пользуются интернетом, и там информация вообще различная, такая противоречивая, скажем так, и не всегда это бывает правдой, и когда людям попадаются какие-то ошибочные суждения и мнения, они тоже начинают так думать, соответственно, это приводит к таким плачевным результатам, поэтому, конечно, тут нужно брать достоверные источники, если интересно что-то, если есть какие-то вопросы, либо выбирать достоверные источники государственных учреждений, либо можно даже звонить, потому что контактный телефон, доверие у нас есть в Казани, и контакты телефона всех спеццентров, они всегда доступны, можно посмотреть, опять же, позвонить и задать все интересующие вопросы, мы всегда консультируем. Вот только этих знаний, которые вы обозначили, этого достаточно, чтобы что-то изменить? Вообще, что нужно знать о ВИЧ в России, чтобы как-то переломить ситуацию? Ну, в России, вот если брать на глобальном масштабном уровне, опять-таки, надо начинать с себя, и надо брать за правила, чтобы каждый человек, каждый год тестировал, создавал анализ на ВИЧ-инфекцию, то есть, когда мы изначально начинали эту работу в Альметьевске, сейчас во многих маленьких районах такой же, люди просто даже боятся слышать информацию о ВИЧ-инфекции, это их пугает, и важно вот в этом направлении не бояться, потому что тот, кто владеет информацией, тот защищен и вооружен, как всегда мы это говорили, и тот уже в каких-то ситуациях и случаях, ну, если в жизни что-то у него произойдет, он задумается все-таки о том, что это рискованно, что к чему это может привести, и поэтому важно поговорить об этом, важно не дискриминировать людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, потому что это обычные люди, многие из них абсолютно не виноваты в том, что они заразились и все живут с этой болезнью. И, конечно, самое главное, важно каждый год задавать тест на ВИЧ-инфекцию, потому что, чем раньше мы выявим болезнь, как любую заболевание, тем более эффективно будет лечение, тем более лучше прогноз, и тем, скажем так, мнением, отношения окружающих к обследованию, к самому заболеванию, тоже будет меняться. Спасибо большое. Спасибо, Алла Савельевна, за разговор на важную и интересную тему. До новых встреч. Благодарю вас, спасибо большое. До свидания. Это была программа «Градская среда». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова